Всем привет! Немножко могу погундеть, повозмущаться в какой-то степени, ну не прям пожаловаться. Я считаю, что если ты любишь, когда человека, вот особенно иностранцы, вот мы говорим про Турцию, потому что у меня канал о Турции, о турках, и когда я здесь сама переехала, живу в Турции, я раньше этого немножко не понимала, когда мне те, кто старенькие, здесь давно живут, об этом говорили, писали девочки в комментариях под видео. Точнее, я понимаю, о чем мне говорили, но значения этому огромного не придавала. И когда девочки мне писали и говорили, что людей, куда ты переехал, априори культурный человек, должен уважать, как бы тебе нравилось здесь, не нравилось, ты должен уважать новую страну за то, что она тебе приняла, дала тебе кров, дала тебе дом. Я лично вижу, как ты должен уважать страну, в которую переехал, или даже не переехал, ты живешь в своей стране, ну муж ты, например, иностранец, уважай его культуру, воспитание, его родители, если даже у тебя с ними конфликты, какие-то траблы есть, недопонимания, уважай за то, что тебе просто эти люди, эта страна, эта земля воспитали человека, которого ты любишь. И когда ты по-настоящему любишь человека, мне кажется, ты в любом случае, несмотря на какие-то проблемы с его родственниками, с семьей или с его родиной, ты в любом случае будешь благодарен, давать такую ремарочку, но я благодарен за то, что у меня такой замечательный муж, я его люблю, за то, что вообще такой человек есть на земле, да, благодаря же чему-то он ни с космоса, ни с неба спустился на эту землю, его родили, его воспитали, его взрастили для того, чтобы ты была счастлива с ним, если ты его по-настоящему любишь. И я недавно расскажу вам просто две истории, с чем я столкнулась. Я, в общем, встретилась случайно с русскоговорящей женщиной, говорила по-русски, и она мне сразу сказала, мы тут в гостях, то есть она подчеркнула, что я здесь не живу, я приехала в гости. Ну, окей, бывает. Как я из ходу ее беседы, я поняла, что у нее муж турок, живут они в Москве, она, к слову сказать, беременна вторым ребенком, то есть это не просто так, не знаю, по залету беременности, еще что-то безвыходности и все прочее, ну, второй ребенок, планированно, естественно, ну, я имею в виду, естественно, в смысле, если ребенка не хотят, это прерывают, правильно? Она беременна с огромным же животом вторым ребенком, и вот в ходе бесед, общения, такого поверхностного, там, она мне просто спрашивала, как у вас в Турции с садиками, там, вот такие моменты, как вам здесь живется, а давно ли вы тут живете? И когда я отвечала, ну, там, столько-то живу, там, траля-ляна, каждый раз она подчеркивала какие-то минусы и давала понять, что ей здесь крайне неинтересно, не нравится у нее отторжение к этой стране, к этой культуре и к родственникам ее супруга, то есть вы давно тут живете, у нее тоже, понятно, я бы тут жить не смогла, прям вот я не приутрирую, она вот так и говорила, я бы тут не смогла, типа тут так стремно, так отстойно, я бы тут жить не смогла, ну, и как вам тут нравится, да, понятно, и с таким вот снисхождением, я стала сказать, бедная, несчастная, наверное, у нее выхода нет, раз сюда переехала, понятно, вот я просто от этого офигела. Окей, если тебе лично не нравится, я вот честно скажу, не нравится, нельзя судить о всей стране по ситуации, которая в твоей семье. Если у тебя траблы, проблемы с семьей в турецкой, ты не говоришь, что все так живут плохо, и я не знаю, страна что должна, я не знаю. И мне кажется, у нее плохие отношения в семье с мужем, недопонимание, она не принимает культуры, она очень оказалась такой высокомерной, и она очень сильно постеркивала, что она москвичка, что я даже наравне, это вы из России или из Украины, из Беларуси, а из России, откуда вы? И вот когда она узнает, что я из одной страны, с ней вот это вот давление, это многие так делают, некрасиво, невоспитанно, это просто диагноз какой-то, да, я вы грязь, а я князь, короче говоря, да, не из Москвы, ну все, короче, за МКАДом жизни не существует, ты отброс общества, вот такое ощущение от нее было. Я не говорю, что все москвичи так делают, я говорю, что есть такие люди, которые так себя ведут, и как правило, как выясняется, они сами туда когда-то приехали. У меня есть знакомая такая из Новосибирска, которая переехала в какие-то там ужасные квартиры, в птичьих правах жила с двумя детьми, с мужем, у них не пошел бизнес в Москве, но когда она приезжала в Новосибирск, я в Москве живу, в общем, вы тут, короче говоря, мусор под моих ногтей, грязь, собственно, я там в Москве живу, то есть, в общем, вы поняли, о чем я говорю, есть такая категория у нас людей. И вот она была из таких, и я на нее смотрю и осмысливаю, блин, ты приехала сюда в гости, ты сейчас живешь, ешь, пьешь, твоему ребенку дарят подарки, в Турции это очень принято, да, смотрят за твоим ребенком родственники твоего мужа. Как бы тебе с ними плохо, нехорошо было, ты здесь сейчас находишься, это твой кровь, твоя еда, и они тебе дали человека, которого ты любишь в этой жизни, от которого ты рожаешь детей и ждешь второго ребенка, это или ребенок, это плод любви, правильно? И ты стоишь так негативно, даешь понять, что тебе, ты это просто презираешь, ощущение, что типа такое фу, такая мерзость, фу эти нравы, фу эти люди, фу это страна, фу это место, и внешне вы еще упадете. Абсолютно обычная среднестатистическая горожанка в России. Ни на чего на ней суперлюксового, с чего можно поднять нос вверх нет. Ни какого-то, как я поняла, культуры какой-то, воспитания в ней нет, раз она себя позволяет так себя вести. Ни ничего нет вообще особенного. Ни внешне, ни морально, как я поняла, внутренне, вообще ничего. Но она так задрала нос и презирает просто здесь все турецкое. Я просто думаю, ты у тебя муж турок, что ж ты его-то не презираешь. Ты должна быть благодарна просто за то, что эта земля, эта страна, его родители, которых даже не любишь, неважно, просто его родили и вырастили. Что этого человека, от которого ты хочешь рожать детей, которые ты любишь, ну я думаю, это логическая цепочка, что ты его, скорее всего, любишь, и раз второго ребенка от него ждешь, не закрыл же он ее в подвале, и не заставляет рожать детей один за одним. И я еще несколько раз не виделась, так совпадала на площадке детской, и она уже со мной даже не здоровалась. Я же как бы не из Москвы, собственно, и тут живу, в этой ужасной стране. Я, конечно, вот в тот момент просто вам расскажу, как вот со стороны это выглядит. Мне было очень неприятно понимать, что этот человек со мной с одной стороны. Крайне неприятно. Если мне сказали, просто люди у других стран, если она будет, например, где-то путешествовать, подумают, о, все русские вот такие вот, снобы какие-то, не пойми что просто. Это было бы у меня челюсть. И видео бы я это не снимала, если бы это была такая одна история на миллион. Очень часто я здесь встречаю девочки, которые здесь живут, у которых здесь дети, мужья, они сидят и тут же гадят, и мне не нравится то, мне не нравится менталитет, мне не нравится их воспитание, родственники здесь такие-сяки. Во-первых, зачем ты, если у тебя дофига воспитания, и ты очень такой образованный культурный человек, это выносишь и делишься своим мнением на публику? Сиди потихонечку дома в закуточке, рассказывай о своей маме в скайпе, о своей сестре делись, брату, тете. Не надо здесь это всем рассказывать. Да будь благодарен за то, что ты сюда приехал, за то, что ты иностранец, ты приезжий, ты здесь чужой человек. Тебя эта страна приняла. Если тебе не нравятся устои какие-то, моральные воспитания и все прочее, в чем проблема? Тебе, значит, не нравится и твой муж, потому что он этим воспитан, это в его крови, в его сущности, да? Ну тогда собирай манатки, разводись и едь себе домой. Если тебе здесь не нравится. Вот я вижу такое развитие реально событий. Не нравится? Встань и уходи. Зачем ты себя мучаешь, ломаешь, рожают еще и по второму, и по третьему ребенку в такой ужасной стороне, с таким ужасным воспитанием. Вот все им тут плохо, но почему-то не уезжают и почему-то продолжают здесь жить и рожать. Этих ужасных людей, детей. Логика. И последнее меня просто взорвало, я просто такого хамства, не то что не приемлю, я вот офигела. Мне такой комментарий недавно пришел, не очень приятный. Я когда это читала, мне тоже вот в этот момент называется «Испанский стыд». Я читаю за человека, мне стыдно за него. За то, что вообще можно, логика, просто мозги кого-то есть такое написать. В общем, к видео о детях в Турции мне было написано, недословно сейчас долго открывать, а может и открою все-таки, да, давайте посмотрим. Найти этот комментарий будет проблематично, но я сейчас для вас постараюсь. Я его прям вам зачитаю, то, что я ответила на этот комментарий. Если тот, кто его написал, меня сейчас будет смотреть и оскорбиться, ну уж извините. Вы это написали публично, это все могут видеть под видео. Поэтому я, пожалуй, его прочту и укажу на то, что это было некультурно и некрасиво с вашей стороны. Вот, читаю комментарий. Галина, не сравнивайте, пожалуйста, интеллектуальный уровень развития турецких детей и наших. Я отвечаю, очень интересно, а вы, судя по всему, сравниваете. И какие же тесты на интеллект для детей вы используете при этом? Вообще, слышите, да? Не сравнивайте, пожалуйста, интеллектуальный уровень развития турецких детей и наших. У меня вопрос, что априори все турки рождаются, это вообще национализм какой-то, да? Рождаются и все априори с низким интеллектом, получается, да? Окей, если вы так рассуждаете, в курсе темы, значит, вы живете здесь где-то в Турции, и, значит, вы варитесь в этой истории с детьми, значит, у вас дети есть. Так у меня вопрос тогда возникает, если вы родили полукровку от турка с низким интеллектом, значит, у вас муж тоже низкого интеллекта, вся его родня априори, они ниже, да? И если вы родили ребенка полукровку, 50% турок, 50% наш, то у меня вопрос, у вашего ребенка тоже получается, значит, интеллект ниже, чем у полностью, например, русских детей, да? Вы же так рассуждаете. Тогда зачем вы это пишете, если у вас самой ребенок от полукровка, у которого тоже уже интеллект будет ниже? Я просто задаюсь вопросом, какой же у вас уровень интеллекта, если вы вообще посмели рассмышлять такими категориями, писать такой бред, как вы вообще до этого дошли, как у вас вообще в голове могло родиться интеллект? Уровень интеллекта зависит от национальности. Я, конечно, понимаю, что вкладывается смысл там какого-то, человек неправильно выразил, естественно, свою какую-то мысль, а что вы вообще о всей стране тогда думаете, что здесь какие-то недоразвитые, тупые, глупые, с низким уровнем интеллекта, здесь разные слои населения. И в первую очередь вы судите о всей стране с слоями населения, в которых вы вращаетесь и с кем вы общаетесь. Меня очень часто укалывают тем, что в Турции все плохо, вот ты общаешься среди нормальных людей, говоришь, что в Турции все нормально и хорошо, вот ты посмотрел, а что мне ехать туда куда-то смотреть, какой-то негатив. Вы судите по вашему, скажем так, кругу. Если вам не нравится, вы встаете и уходите, либо вы оставите в стране и меняете свой круг общения. Так вы тоже будьте выше какого-то круга интеллектуального, культурного по развитию. Что вы там, какие у вас требования к туркам есть? Так вот, пожалуйста, соответствуйте, находите людей из другого круга общения. Очень классная есть поговорка, точно ее дословно не помню, когда как-то там и понял то, что не все вокруг, если ты говоришь, что все вокруг дураки, обрати внимание, что ты самый центровой дурак, потому что все вокруг тебя вертятся. Вот это, мне кажется, в копилочку. Но вообще чисто по-человечески написать такой комментарий. Детей, дети, это святое. Дети не могут ответить на обиду какую-то. Дети не могут за себя, скажем так, маленькие постоять. А вы всех детей, только что, не знаю, там, рожденных, уже приравняли к людям с низким интеллектом. Здрасте, приехали. Интересно, как вы этот интеллект изучали, и судя по себе, как бы судили, что у вас высокий интеллект. Там по детей сравнили. Ну, это просто... Я желаю вам здоровья, в первую очередь, интеллектуального, чтобы ваш интеллект был в порядке. Потому что, написав такой комментарий, у меня складывается впечатление, что у вас самый уровень интеллекта далеко не на высоком... Сам уровень интеллекта далеко не высок. Если вы себе просто позволили публично озвучить такие слова, это просто некрасиво и невоспитано. Что вы думаете по поводу того, что я вам сегодня рассказывала? Жду ваших комментариев. Если видео вам понравилось, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал. Скоро увидимся. Всем пока.